Гайка Краинькович, вот мои коллеги, которые ездили на съемки в исследовательский центр, они рассказывали, представляете, что молодые сотрудники в перерывах между, собственно, работой, между исследованиями, они едят очень сладкие плюшки, то есть вот всякую такую сдобу, которая, в принципе, ну, насколько я понимаю, может как раз привести к диабету, сахарному диабету второго типа. Не боятся по молодости лет или точно знают, что их вылечены. Молодые сотрудники, они, наверное, не имеют еще каких-то факторов риска. Если речь о наших сотрудниках, то они все очень в хорошей форме. Думаю, что, может быть, это такой производственный момент, знаете, вот что нашли, то и съели. Это да. Гагик Галстян, доктор медицинских наук, заведующий отделением диабетической стопы Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Я правильно понимаю, что благодаря вашим исследованиям у нас в России появился такой аппарат, который позволяет избежать ампутации, но если не в 100%, то во многих случаях, когда у человека тяжелая форма сахарного диабета второго типа. Ну, аппарат, конечно, не может позволить избежать ампутации, но с помощью аппарата можно диагностировать. Он позволяет выявить те зоны, где отсутствует кровоток, и принять решение хирургу, сосудистому хирургу, пластическому хирургу о необходимости и об объеме операции. И благодаря этой технологии мы можем планировать и объем вмешательства, ну и, соответственно, оценивать адекватность восстановления кровотока. То есть это еще и послеоперационное обследование? Да, послеоперационное обследование. То есть мы можем удостовериться в том, что кровь пошла, кровообращение есть. А вообще есть какая-то статистика, какие-то цифры по поводу того, как часто сейчас пациентам с диабетом проводится ампутация стоп? Ну, есть, конечно. В Российской Федерации в свое время была такая статистика, более 40 тысяч ампутаций в год. То есть это очень высокая цифра, да. Значит, если говорить о общемировой статистике, то есть такая цифра, что каждые 20 секунд где-то в мире производится ампутация у больных с сахарным диабетом. Каждые 20 секунд. В мире более 450 миллионов больных с сахарным диабетом. Только в России таких пациентов около 9 миллионов. Как минимум у 5% заболевших развивается синдром диабетической стопы, грозящий ампутацией конечностей. Именно отсутствием кровоснабжения объясняется то, что у людей с сахарным диабетом зачастую очень тяжело, плохо, заживают раны на ногах, появляются трофические. Вы знаете, в том числе. То есть там есть еще причинные факторы. Это нарушение чувствительности, это высокая склонность к инфекционному воспалению, которое имеет место у людей с диабетом из-за высоких сахаров. Но отсутствие кровотока это такая, можно сказать, самая, что ли, радикальная причина. Без восстановления кровотока, конечно, больные обречены на ампутацию высокую. Ну, понятно, что спасти от ампутации может тот самый прибор, о котором мы говорили. И поэтому, прежде чем мы продолжим, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет. Для проведения флюоресцентной ангиографии вводится влюоресцирующее вещество, которое называется индиционер зелё. Звучит как заклинание из фильмов о Гарри Поттере, но замудрёнными медицинскими терминами скрывается простая процедура. В вену вводится вещество, которое в лучах инфракрасного света становится видимым. Поэтому доктор в режиме реального времени может наблюдать на экране компьютера, как снабжаются кровью ткани стопы. Мы видим, что появляется зона наилучшего кровоснабжения, есть зона наихудшего кровоснабжения. То есть мы видим первый палец, второй, третий, четвёртый, в котором отсутствует кровоток. В этом случае избежать ампутации поможет только операция по восстановлению кровотока. Понять это помог диагностический аппарат с уникальными возможностями. Можем в режиме онлайн видеть кровоснабжение стопы в том, что мы можем оценить состояние кровотока конкретно в ране, что ни один другой прибор не может нам показать, что мы можем оценить состояние швов, что мы можем также определить показания к операции, мы можем определить, заживёт ли рана самостоятельно, без восстановления кровотока или нет. Вот у него уникальность. Прибор, о котором мы говорим, это такое совместное творчество Национального исследовательского центра эндокринологии и Института общей физики. Вот в этом дуэте как разделялись роли? Мы поставили такую техническую задачу нашим коллегам, и зная о том, что у них есть некое подобие такого лазерного оборудования, они очень быстро нашли решение приспособить его под наши задачи. И уже дальше мы отрабатывали, что называется, на практике, на определённой когорте больных, мы отработали методику, ну и получили патент совместный. А сколько времени ушло? На это ушло около двух лет. Слушайте, по современной мерке это прям очень быстро. Да, это очень быстро. Я тоже считаю, что это очень быстро, но благо даже территориально мы находимся друг от друга недалеко. А, то есть и это тоже сыграло? Да, мы ходили к ним в гости, и их сотрудники приходили к нам в клинику, и это тоже, я думаю, что сыграло определённую роль. Ну, конечно, прежде всего, это высокий профессионализм наших физиков, которые в этом плане, на мой взгляд, являются лидерами в мире. А, кстати, а в мире есть какие-то аналоги этого аппарата? И если да, то чем наш лучший? Аналоги есть американского производства. Ну, во-первых, наш лучший, потому что он, если так можно выразиться, подстроен под решение конкретных задач клинических. А, то есть у них это аппарат более общего назначения? Он более общего назначения, да, это первое. Ну и второе, значит, наш аппарат, он во многократ доступнее по стоимости. Ну, а ещё и дешевле. И дешевле. В детстве, ну, наверное, вы тоже играли в такую игру съедобную-несъедобную, да? Вот с мячиком бросаешь, задаешь. У нас это немножко видоизменённая игра, она называется «Правда или нет?», поэтому я бросаю мяч, задаю вопрос, ну и короткий ответ на него. Итак, сыграем? Давайте попробуем. Правда ли, что с медицинской точки зрения сахарный диабет первого и второго типа это две совершенно разные болезни? Правда, потому что при первом типе есть абсолютная недостаточность выработки инсулина, которая обусловлена, ну, фактически гибелью бета-клеток вследствие аутоиммунной реакции. А при втором типе другие причины, совершенно другие причины. Так, правда ли, что при сахарном диабете сосуды перекрываются не холестериновыми бляшками, ну, о чём знают, ну, видишь, холестерин закрывает сосуды, а здесь идёт речь об отложениях солей, то есть сосуды фактически каменеют? Ну, отчасти правда. Надо сказать, что и холестериновые бляшки тоже образуются при диабете с большей частотой, но при диабете действительно свойственен сосудам ещё такой процесс, который называется кальцинос. Здесь, в общем, вы правы абсолютно. Правда ли, что при заболеваниях с сахарным диабетом и при поражении вот этой диабетической стопой люди могут получать серьёзнейшие травмы, ломать кости и при этом не ощущать поражения? Да, это абсолютная правда. Есть даже определённая форма синдрома диабетической стопы, который называется стопа-шарко. То есть человек может получить перелом, вывих и продолжать ходить, как ни в чём не бывало. То есть просто не ощущает боли? Не ощущает боли. Ну вот после всего вышесказанного мы просто обязаны поговорить о том, как лечат пациентов с диабетической стопой, с сахарным диабетом. Потому что я знаю, что у вас две операционные расположены рядом. В одной из них чистят сосуды, назовём это так, а в другой проводят уже открытые операции. Какая больше загружена? Ну, та, где проводятся операции непосредственно на стопе. То есть не на сосудах, а на стопе. У одного пациента иногда бывает необходимо нескольких операций. То есть сначала мы избавляем пациента от некротических, изменившихся тканей, так скажем, инфицированных тканей. То есть это первый этап. Потом, значит, восстанавливаем кровоток. И только после этого уже делаем второй этап, вторую операцию по закрытию раны местными тканями. Это очень часто происходит в нашей клинике. Пересадка кожи требуется? Ну, в том числе. Код в эту операционную только в защитном жилете. Чтобы хирург не работал вслепую, пациенту вводят контрастное вещество, видимое при рентгеновском излучении. Изображение передаётся на операционный монитор. Оперируют пациентов обычно под местным наркозом. Чтобы устранить засор в сосуде, а чаще не один, а несколько, нужно через прокол в бедренной артерии добраться до проблемной зоны, пробиться через неё твёрдым наконечником и надуть баллон, который к нему прикреплён. Тогда стенки артерии раздвинутся, и кровоток восстановится. На словах всё просто. На практике ювелирная работа. Просвет сосудов стоп не больше 2 мм в диаметре. Минус наслоение кальция. Любая ошибка может привести к разрыву артерии, а значит, к потере конечности. Вот проводник, вот это кольцо. Мы видим, что есть определённое сопротивление. То есть не так просто хирургом сейчас вот дальше пройти. В соседней операционной решают другие задачи. Обрабатываются язвы, удаляются мёртвые ткани, открытые раны закрываются собственными тканями, чтобы поставить пациента на ноги. Иногда хирурги решают почти слесарные задачи биомеханики. Удлиняют мышцы и правят кости. Часто ли вашим хирургам удаётся пациентам сохранить стопы, которые, может быть, где-то в других регионах, где нет такой технологии, где их бы просто ампутировали? Я могу сказать без ложной скромности, что более чем в 90% случаев нам удаётся сохранить то, что казалось кому-то несохраняемым. Потому что кто-то мог бы сказать, что это безнадёжные случаи. Да, но просто мы прицельно этим делом занимаемся, и у нас междисциплинарная команда. А вот этот диагностический прибор, который позволяет обнаружить перекрытие сосудов, отсутствие кровоснабжения, он есть только в центре или в России есть ещё экземпляры? Вы знаете, именно этот прибор есть только в центре. Вот я говорил о том, что есть аналоги американского производства. Но всё-таки я вернусь к вашему прибору. Вы можете сделать прогноз, а когда ваш прибор появится во всех регионах страны? Вы же говорите, что он недорогой, он же дешевле американского. Было бы желание. Мы готовы и подготовить специалистов, и разработать некий план действия. Ну, я думаю, что можно за 2-3 года сделать такую остановку, потому что чем быстрее это произойдёт, тем больше будет возможностей у наших коллег на местах предмета заниматься этой проблемой. Спасибо вам большое. Сегодня нашим гостем был Гагик Галстян, доктор медицинских наук, заведующий отделением диабетической стопы Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Человек, благодаря которому появилось диагностическое оборудование, помогающее спасти очень многих пациентов от ампутации. Это не фантастика. Спасибо. Спасибо. Но всё-таки эндокринология, это очень обширная область науки, да? А почему именно диабетическая стопа? Ну, проблема масштабная.